Здравствуйте всем. Здравствуйте. Правозащитника и журналиста Александра Харламова ведут в зал суда. Ему даже не разрешили снять наручники. Судья объяснил – нельзя. Его статья относится к тяжким. Он опасен для общества. Харламов не убийца, не маньяк и даже не вор. Он – атеист. Из своей взгляды на мироустройство рассказывал людям в социальных сетях и газетных статьях. Общая направленность исследований печального материала является информированным истинных христианам, об истинном влучении Иисуса Христа о цели и задачах, а также негативное, критическое высказывание о всей существующей религиозной системе. Выдержки из материалов дела, которые зачитывает прокурор, кажется тут никому непонятны. Но именно эти фразы и в основе обвинения, и в основе доказательной базы. Прокурор настаивает – гражданин Харламов разжигал религиозную рознь. А это по закону – умышленное тяжкое преступление. Сторона обвинения требует 4 года лишения свободы. Судья готовится огласить приговор. И неожиданно на авансцену выходит прокурор. В соответствии со статьей 303, частью 1, пункта 2, уголовного православного госреспублики, я самозвратить уголовное дело прокурору для производства дополнительного расследования. Для предъявления нового обвинения, существенно отличающего от первоначальника диагноза. Подсудимый Александр Харламов, как и его адвокат, против такого поворота событий. С 17 марта прокуратура города Рибер пытается посадить правозащитника. Больше полугода 63-летний пенсионер-атеист сидит за решеткой. В это время горожане хоть как-то пытаются отстоять правозащитника. Он никому не опасен. Грамотный, с высшим образованием человек. Он очень много знает. Он очень много знает. Опасен только он им в том случае, что он журналист. Что он освещает, вот пройдет суд, люди обращаются. Он не то, что там пишет, что ему этот неприятен человек или этот неприятен. Люди приходят, обращаются, приносят документы. И он по этим документам, уже прошедший суд, он пишет статьи. Хороший человек. Действительно, правду у нас здесь не любят. Не любят. Эти правоохранительные органы, аттестацию им надо проводить. Рабочее место Александра Милентьевича. Хотел человек сделать ремонт. Гражданская жена Александра Харламова все это время носит ему передачки, ходит по судам и борется за свободу супруга. В кабинете обвиняемого почти ничего не осталось. Его черновики и статьи приобщили к материалам дела. Туда же ушли и записи его правозащитной деятельности. Жалобы горожан на произвол силовиков. Да, он был резким, настоящий правдоруб, рассказывает жена Марина. Александр единственный в городе, кто никого не боится. Человека натуральным образом хотят посадить. Как же здесь не видеть-то? Если бы я, допустим, судила и не принимала ни эту сторону, ни ту, мне надо рассмотреть, ага, если человек чувствует, что он невиновен, да, ну пусть он доказывает, что он невиновен. По крайней мере, полгода катается. Судья над кадатайством прокурора ломал голову около получаса. Постановил отправить дело на доследование. А пенсионера за решетку дожидаться участи. Адвокат в течение пяти дней настроен обжаловать решение суда. Если бы в Казахстане существовал конкурс на самое абсурдное уголовное дело, то дело Александра Харламова непременно взяло бы гран-при. Все потому, что в современном Казахстане за атеизм еще никого не судили. Но здесь, в городе Ридер, все абсолютно по-другому. Ты, конечно, можешь распорить существование Бога, но спорить с правоохранительными органами здесь нельзя ни в коем случае. За этой колючей проволокой Харламов провел уже больше, чем полгода. Сколько еще он здесь просидит, известно одному Богу, в которого Александр Харламов не верит. Евгения Сазонова, Павел Ангельгард, Ридер, Восточный Казахстан.